Оля ненавидела походы с палатками. На природе ее смущало отсутствие душа, туалета и электричества. А еще она очень боялась ночного леса. Ей все время казалось, что из-за кустов за ней кто-то наблюдает. В этот раз она сидела в палатке и думала, что больше ни за что не согласится на подобную авантюру. Подруги Лена и Света уговорили ее пойти с ними. Обещали, что отдых ей запомнится надолго. Оля хоть и делала вид, что ей все это нравится, но на самом деле очень хотела домой. С улицы ее позвала Света. Она сообщила, что рядом нашлась какая-то пещера, и подруги обязаны ее изучить. Оля нехотя надела кроссовки и пошла с остальными. Идея ползать по темной пещере ее пугала, но выхода не было. Сидеть одной в палатке ей тоже было страшно. Они шли по темным коридорам подземелья. В воздухе пахло сыростью. Неожиданно у всех трех погасли фонарики. Девушки стали их трясти, но они не включались. Оля достала телефон и зажгла свет на нем. Она осветила пещеру и вдруг увидела, что в дальнем углу сияет что-то круглое. Света тут же решила узнать, что это. Она всегда, не думая, принимала решение, из-за чего часто попадала в неприятности. Девушка забралась на каменную насыпь и взяла в руки светящийся предмет. «Девочки, кажется, это яйцо!» Она подняла находку над головой. Оля стала умолять положить его на место, но Света уже спускалась к ним. Яйцо освещало путь. Светящийся предмет переливался разными оттенками. Лена предложила забрать его с собой. «Из него явно вылупится что-то интересное!» Она начала пихать яйцо в рюкзак, но оно неожиданно выскользнуло и, упав на каменный пол пещеры, разбилось и погасло. Оля тут же поняла, что это станет причиной большой беды. В глубине пещеры раздался странный рокот, как будто там проснулся динозавр. Девушки оглянулись. В темноте зажглись два красных глаза, которые осветили пространство. Перед девушками стоял жуткий паровоз. Из его огромной зубастой пасти текла слюна. Подруги в ужасе стали отступать назад. Монстр на длинных паучьих ногах сделал несколько шагов, увидел разбитое яйцо и заорал так, что задрожали стены. По его телу побежали молнии, и он рванул вперед. Девушки с криками побежали к выходу, но Лена неожиданно споткнулась и больно ударилась коленом. Оля и Света пытались ее поднять, но идти она не могла. «Бегите! Спасайтесь! Я задержу его!» Прокричала она. Оля и Света побежали вперед. За их спиной раздался крик подруги, рычание монстра, а затем жуткие звуки чавкания. Перед девушками было два коридора. Они не помнили, из какого вышли ранее, но чтобы повысить шансы на спасение, решили разделиться. Оля пошла налево, а ее подруга направо. Света шла по тесному тоннелю пещеры и никак не могла найти выход отсюда. Впереди было какое-то возвышение. Она забралась на него сверху и села. Но вдруг то, на чем она сидела, пришло в движение. Земля под ее ногами засветилась красным, и девушка поняла, что она сидит на голове у монстра, который первым добрался к выходу по своей системе тоннелей. Паровоз начал трясти телом, пытаясь стряхнуть девушку, но она вцепилась в его мясистые брови. Впереди был выход. Света думала, что если она оттолкнется и прыгнет, то сможет добежать до него. Так она и поступила. Присев, она рванула вперед, упала на землю, но тут же вскочила и побежала. Но монстр прыгнул, как огромная блоха, перелетел над ней и приземлился перед выходом. Морда растянулась в злобные улыбки. Так просто отпускать добычу монстр не собирался. Острой ногой он попытался проткнуть свету, но она каталась по земле и уворачивалась от смертельных ударов. Оля слышала, что в соседнем зале пещеры шла борьба. Это значит, что она могла беспрепятственно искать выход. Пока монстр занят светой, ей ничего не угрожает. Но терять еще одну подругу она не хотела. Девушка осмотрелась. Зал пещеры, в котором она стояла, был очень высокий. С потолка свисали острые сталактиты. Надо было прятаться и ждать, когда монстр уйдет или уснет. Оля решила вскарабкаться на выступ и затаиться там. Света смогла встать и опять побежала в глубину пещеры. Монстр шел следом. Он не торопился, ведь его жертве все равно некуда было бежать. Рано или поздно он ее догонит. И вдруг ему захотелось поиграться со своей жертвой. Паровоз вытянул конечность и толкнул свету. Та упала. Затем он поднял ее за ремень и подбросил вверх, как кошка, мышку. И когда девушка стала падать вниз, схватил ее зубами за ногу. Света висела вниз головой и кричала. Паровоз не откусывал ей ногу. Он еще хотел поиграться. А играть с человеком без ноги было бы неинтересно. Он отбросил жертву вперед и стал наступать. Света зажмурила глаза. Вот-вот монстр проткнет ее насквозь и бежать ей некуда. Но в эту минуту раздался крик из соседней залы пещеры. Оля кричала. Света, если ты жива, если слышишь меня, беги сюда. Света встала и из последних сил побежала. Адреналин придавал ей сил. Монстр шел за ней. Он уже понял, что следуя за одной девушкой, он узнает, где прячется вторая. Света вбежала в зал. В центре пещеры она огляделась. Оли нигде не было. Зато монстр вполз следом, как огромный паук. Ему надоело играть в кошки-мышки, и он намеревался сожрать девчонку прямо сейчас. Он толкнул ее лапой, и она упала на спину. Затем он поднял конечность высоко над головой и хотел пронзить свету. Но тут сверху раздался крик. Эй ты, урод! Посмотри на меня! Паук задрал свою морду и увидел, что под потолком спряталась еще одна жертва. Оля смотрела сверху вниз. На полу пещеры лежала света, над ней склонился монстр, а морда его была устремлена вверх. Девушка ухватилась за выступ в стене и со всей силы пнула по огромному сталактиту. Тот задрожал и треснул у основания. Оля еще раз пнула его и чуть не сорвалась, но смогла удержаться. Огромная сосулька качнулась и рухнула вниз, пригвоздив монстра к полу. Спустя час девушки добрались до палатки. Они перевязали раны и связались со спасателями. Сил добраться до дома у них не было. Подписывайся на мой телеграм-канал Антон Посохов. Там я делюсь с тобой всем происходящим в моей жизни. Оставайся с нами, не забудь поставить лайк, написать коммент, подписаться на канал. А пока, как всегда, пока!